Девушки отдыхают Программа «Подробности» представляет очередной выпуск «Чёрного зеркала» нашего еженедельного политического ток-шоу. И ещё раз, аудитория вас приветствует, уважаемые зрители. Я смотрю, что мы нескольких гостей в студии пока что не досчитываемся. Наверное, выпавший сегодня в Киеве снег мешает им до нас добраться. Я надеюсь, что здесь появятся ещё те гости, для которых зарезервированы пустующие места. Я, как всегда, буду представлять тех, кто сегодня будет участвовать в нашей дискуссии, по мере того, как они будут в неё вступать. Ну, а для начала скажу, что в некотором смысле целый этап в жизни, в истории страны подходит к концу. Даже не побоюсь таких слов. Революция потихонечку заканчивается, начинается постреволюционная жизнь. Если всего несколько дней назад мы ещё могли говорить о том, что в стране пока есть только один легитимно избранный новый президент, то сейчас у нас есть уже и легитимно избранный новый парламент, и легитимный премьер-министр, избранный этим парламентом, и председатель Верховного Союза. Это есть коалиция, есть коалиционное соглашение, как бы к нему не относиться, надеюсь, об этом мы сегодня тоже поговорим. Что дальше? Вот хочу начать с Валерия Калныша, журналиста, политического обозревателя. Валерий, хочу напомнить, Некоторое время тому назад, сидя вот на этом самом стуле, на прямой вопрос, кто будет следующим премьер-министром, вы сделали прогноз. Владимир Гройсман. Да. Так? Это правда. Это правда. Да, ну, бывают ситуации, когда ты делаешь какой-нибудь прогноз, а потом сам радуешься тому, что прогноз не сбывается. А вы как? Радуетесь тому, что ваш прогноз не сбылся? Не тот случай. Было понятно, что Владимир Гройсман окажется в вертикали власти, и было очевидно, что второй или третий пост в государстве, либо премьера, либо спикера, он займет. Поэтому здесь был шанс 50 на 50. Так что стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Так что я думаю, это не последняя должность, которую занимает Владимир Гройсман. Я все-таки продолжаю настаивать на том, что придет время, и он станет премьер-министром. И я бы даже смотрел дальше. Я бы даже смотрел дальше. Неужели президентом? Неужели. Неужели. Ну, я так поделюсь своими впечатлениями. А на чем такой прогноз основывается? С первого дня заседания, я, когда смотрел выступление Владимира Борисовича, очень знакомая манера выступления у него была. Он жестикуляция, пауза в словах, интонационный ряд. Он очень напоминал Петра Алексеевича. Мы знаем о том, что отношения между ними, скажем так, дружеские. И я бы даже сказал, что Гройсман был протеже президента. И я думаю, что мы сейчас стоим на пороге начала операции «Приемник». И там демократии нам не избежать. Не рано ли о операции «Приемник» говорить? Да, хотел как раз сказать. Может, рано говорить о «Приемнике». И тут еще как бы непонятно, что будет. Это то, что называется, зафиксировать точку входа. Как поется песня «И с родиной с нами». Политолог Вадим Карачев подключается к разговору. Пожалуйста. Мне первое. Я думаю, что можно с уважением относиться, и нужно относиться с уважением к Владимиру Борисовичу Гройсману. Он, безусловно, перспективный политик. Но, мне кажется, из всех председателей Верховной Рады Украины наименее опытный. У нас всегда главой Верховной Рады были политические тяжеловесы. Давайте вспомним. Кравчук, Плющ, Мороз. Давайте вспомним Арсений Петровича Ясенюка, который пришел на пост спикера, тоже не имея виграунда спикерского. Да. И вице-спикерского даже. Да. Но Ясенюк уже все-таки проходил, как вы понимаете, хорошую школу. И хорошие были у него учителя. Я бы их все-таки тут не сравнивал. Так, ну, может быть, хорошо, выбивается из ряда. Но я говорю о таких Литвин, Мороз, Плющ, Кравчук. Знаете, это все-таки тяжеловесы. Второй момент. Вот правильно, протеже президента. Вот главное, чтобы он не остался протеже президента. Чтобы он не был техническим премьер-министром, простите, главой Верховной Рады. Потому что была задумка сделать его техническим премьер-министром. И кабинет-министром техническим, а не политическим. А Кабмин должен нести политическую ответственность. Избрали, люди избирали не просто функции, не просто министров, а политиков. На ту или иную министерскую должность. Пост-премьер-министра, вице-премьер-министра, главы Верховной Рады и так далее. И третий момент. Валер, вот у тебя рассказано, он вертикаль власти. Он представитель вертикали власти. Глава Верховной Рады, какая вертикаль власти? Не вертикаль. Я сказал, что он поставил. Вот уже, понимаете, это оговорка. По Фрейду или не по Фрейду. Чья тут? Нет. Это как бы то, что есть на самом деле, говорится. Не твоя лично. А то, что действительно вертикаль власти. Президент, глава Верховной Рады. Нет, не должно быть вертикали. Никакой. Знаете, вертикаль это из советского и российского прошлого. Вам, как говорится, только слово дать, потом никак не остановится. Не давайте. Тем временем у нас, пока завязалась оживленная дискуссия между журналистами и политологами, у нас здесь полный комплект гостей. Теперь здесь у нас имеются и представители правящей коалиции, и представители оппозиционного блока, и, скажем так, представители той группы депутатов, которые победили в одномандатных округах и никому пока не присоединились. Так, Сергей? Так. Ну что ж. Движение не присоединение. Так, вопрос, что дальше? Мне кажется, что какие приоритеты вот сейчас будет перед собой ставить правящая коалиция? Тот кабинет министров, который будет, надеюсь, сформирован на следующей неделе. Условно говоря, какие там три главных дела, которые сейчас нужно сделать? Алена, вы... Можно, да? Ну, хочу, пожалуйста. Начнем с вас. Вы у нас, так сказать, новое молодое лицо нового парламента. Позвольте, во-первых, короткую ремарку вот о том, что вы говорили. Я действительно вынуждена с вами согласиться в кое в чем, да. У нас всегда есть разделение власти, и всегда должно быть какое-то стримование противоваги, так называемый, на украинском мове у нас законе. Держки противоречий. Держки противоречий. Конечно, у нас был вопрос изначальный, во время формирования и коалиции, во время разных переговоров. Мы говорили о том, что если спикером будет господин Гройсман, которого я лично очень уважаю, выполнит ли он, например, свою конституционную обязанность подписать и вести в силу закон, если президент, например, этого не сделает в течение 15 дней. Потому что у нас уже был момент, когда господин Порошенко не подписывал и не витировал закон 15 дней, и тогда он вводится подписанием спикера. Соответственно, у меня был этот вопрос господину Гройсману. И я верю, что, в общем-то, Гройсман найдет в себе и мужество, и мудрость делать то, что нужно будет, и он действительно будет более независим, чем представитель Петра Порошенко и партии Петра Порошенко, потому что он скорее представитель партии. А касательно того, что дальше, ну дальше работать. Нет, ну понятно, что работать. Понятно, понятно, что, как говорится, не баклуши быть. Да, на самом деле реформа уже, красивое слово, которое всем надоели, тут нужно говорить о компетных вещах. Первое, это борьба с коррупцией и какие-то конкретные вещи. Президент заявил даже в своей речи, что он готов представить какого-то иностранца на пост главы антикоррупционного национального бюро. И коррупция будет побеждена сразу. Но мы ждем, на самом деле, каких-то дальнейших вещей, которые... Он не только для этого бюро, президент прогнозировал сразу несколько членов. А что может он сразу... Ален, может сразу президента начинать, иностранца президента, иностранца премьер-министра, иностранца... Да, я не верю вас. Давайте не уходить... Давайте, господа, не уходить в общий разговор. Вот конкретная тема предложена. Иностранец на посту главы антикоррупционного комитета. Говорят, еще на несколько должностей предлагаются люди с иностранным гражданством. Как вы все к этому относитесь? Алексей. Я считаю, что это идея, которая... Алексей Венчаренко, напомню, тоже представитель правящей коалиции. Представитель блока... Спасибо. Представитель блока Петра Порошенко. Ну как вы, вы не учили правящей коалиции? Абсолютно. И представитель блока Петра Порошенко, я уточнил. Я думаю, что та идея, которую озвучил президент, о том, чтобы пригласить... Речь не идет о том, чтобы иностранца, потому что нет доверия украинцам. Не об этом речь. Речь идет о том, что на такую позицию, как Национальное антикоррупционное бюро, хочется пригласить человека и видеть там человека, который никак не связан с украинским политиком. Связями какого-то. Родства, дружбы, общего бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Человека, который будет действительно иметь одну задачу. Реализовать свою работу, в данном случае, как руководитель Национального антикоррупционного бюро. А команда... Я считаю, что команда идея... Я в шумчине, я не перебивал. Я думаю, что сама эта идея, и не только говоря об Национальном антикоррупционном бюро, но и говоря о других министерствах и ведомствах, что сегодня обсуждается, вообще эта идея очень интересная. Потому что давно... Сегодня уже, скажем, в социальных сетях эту идею атаковали со всех сторон. Можно атаковать любую идею, но я считаю, что давно пора нам посмотреть на свою страну шире. Мы видим, как одна и та же колода, достаточно засаленная, меняется правительство, она уходит в парламент, в парламент она уходит в правительство, и одни и те же люди ходят по кругу. Когда мы сегодня имеем возможность пригласить людей, не просто иностранцев, а людей с блестящим западным образованием, людей с опытом работы в корпорации, которые имеют такой возможности. Для этого вам сначала нужно написать соответствующий закон, изменить закон. Возможности у вас нет успеха сделать это закон. В силах коалиции в 302 народных депутата абсолютно является внести соответствующие изменения в закон. И здесь не является это проблемой. Хорошо, а пакет реформаторов... Давайте послушаем двух других наших гостей. Пожалуйста, Александр Вилков, представитель оппозиционного блока. Вот уже больше 10 минут обсуждаются частные вопросы, связанные с фамилиями конкретных политиков, с дележкой портфелей, с привлечением иностранцев. Но давайте посмотрим более емко на проблему. Первое. Если коротко, простите, вы против привлечения иностранцев? Давайте я отвечу. Первое. За вот этот месяц, который прошел, единственное, что нам показали после выборов, это коалиционное соглашение, которое, по большому счету, является пиар документов со многими такими очень опасными, завуалированными вещами. Например, там написано прекращение перекрестного субсидирования. На практике, чтобы все люди понимали на русском языке, это называется повышение коммунальных тарифов. Все, это максимум. Это первое. Второе. Вчера первое заседание Верховной Рады показало очень много вопросов. Первое. Единственной оппозицией в нашей стране, в нашем парламенте, является оппозиционный блок. Потому что не только фракции, входящие в коалиции, но и другие фракции, которые в коалиции, там не взяли по политическим причинам, там воля народа, экономичный розыск. И практически все внефракционные депутаты проголосовали за кабинет министров, за премьер-министра, вернее, проголосовали за спикера парламента, оппозиционный блок не проголосовал. А и Финцвегинский. Оппозиционный. И Финцвегинский. Человеку 81 год уже. Дай бог нам с вами дожить до 81 года. Я думаю, что там совсем отдельная история. Вы считаете, что это не очень страшно? Вы считаете, что это не очень страшно? Я вы только что признаю. Потому оппозиционный блок является единственной оппозицией. Следующий вопрос касательно привлечения иностранцев для работы в правительстве. Если бы действующие партии, провластные партии шли на выборы и честно в своей программе на выборах сказали, что мы не берем на себя ответственность ни за что, мы вообще не способны заниматься этим вопросом, мы хотим привлечь иностранцев, как говорят в бизнесе на аутсорсинг, которые будут за нас министрами, которые будут за нас работать, то возможно люди бы совсем по-другому за них проголосовали. На самом деле нормальные практики. Я вас перебью. Ну а смотрите, вот Ларри Саммерс, американский гражданин, который много лет занимал высокие должности в правительстве Соединенных Штатов, потом поехал в Израиль, там стал, можно сказать, руководителем Национального банка и считается чуть ли не отцом израильского экономического чуда. Список таких примеров могу продолжить. На самом деле, очень нормальной практикой в развитых странах является привлечение иностранных консультантов, там где не хватает компетенций, на должности советников, при президенте, при премьер-министре, которые помогают. Но украинские политики должны сами брать на себя ответственность, потому что именно это они объясняли избирателям. Израиль вообще, я считаю, не является показателем, потому что это страна, которая создана эмигрантами за последние 60 лет, и 4 миллиарда долларов ежегодная помощь США Израилю идет. Да, 4 миллиарда долларов США дают Израилю, и это... Он просто расслабляет эмигрантами еврейской надгональности, которую взяли граждан. Аслун, да. Или Аслун, по-разному его фамилию произносится, но обычно сейчас стали написать Ослун, хотя он на самом деле действительно Аслун. Между прочим, можно сказать, такой радикальный сторонник оказания помощи Украине. Он предлагает там 30-миллиардный фонд, не 4 миллиард, 30-миллиардный фонд помощи. И, кстати, ругает, под чем свет стоит этот самый коллекционный документ. Говорит, напоминает речь Брежнева на 26-м съезде КПСС. Разрешите мне покомментировать? Вопрос очень важный, и у меня два коротких комментария. Во-первых, нас сейчас смотрит моя бабушка, которая 88 лет. Я хочу сказать, что ее здравому смыслу и уму могут позавидовать многие молодые люди. Поэтому мне не понравилась фраза о том, что если человеку 81 год, то мы не можем комментировать его действия. Это неправильно и некрасиво. А второе... Второе, что касается иностранцев. Я вообще одессит, и могу сказать, что Одессу строил Дюк-де-Ришелье, француз, лонжерон и так далее. Человек, который потом был премьер-министром Франции. Но его не избирали, Алексей. Его не избирали. Какая разница? Это был предоначальник нашего города, которым мы гордимся. Поэтому нет никакого значения, какая сегодня у человека паспорт. Мы живем в совершенно другом мире. И я хочу сказать, что наша коалиция, это не дележка портфелей. Мы как раз и шли. Мы сегодня прописали коалиционный договор. И мы их подбираем сегодня министров, не как людей, которые будут что-то придумывать, а как исполнителей коалиционного договора, подписанного 302 народными депутатами Украины. И мы берем на это лучших менеджеров мира. Я считаю, что это хорошая идея. Мы посмотрим, как она будет реализована. Но сам подход интересный и правильный. Тот новый подход, которого так ждет. Ну а если менеджер не справится? Я прошу, когда менеджер меняет. Если он не справится, провалит свою работу. С кого бы спрашивать? Особенно обращаюсь. Где мы его, по какому миру и сядем? Сергей Мещенко, давайте послушаем неприсоединившегося депутата. Что он скажет? Ну, по-прежнему, я хочу подякувать своих выборцев, которые снова меня убрали. И я думаю, что я выпродаю свою их доверу. И буду делать то, что и делал, как и в минулом с кликанью, независимо от того, что я позафракционный и тогда был, и сейчас позафракционный. И в коалиции не вступите? Можу сказать наступное. Что сегодня, как премьер-министр сказал, что я подаю руку президенту относительно спильной работы, так я сегодня говорю про то, что я подаю руку и президенту, и премьер-министру за все хорошие действия, борьбу с коррупцией, поднятия экономического увеличения Украины и так далее, я буду голосовать. На жаль, коалиційная угода прописана таким чином, что позафракционный депутат не может стать членом коалиции, пока что. Только члены отдельных фракций и групп. И поэтому я думаю, что это величезная ошибка коалиции, когда она не хочет активных депутатов, которые были в демократическом таборе весь этот час, брать в коалиции. Хотя, нет значения. Может быть, еще есть шансы справить эту ошибку? Для меня, лично, нет значения. Я не претендую на никаких посадий. Мне не нужно никаких умов додатковых. Я делаю то, что я всегда делаю и буду делать. Это, первое, для того, чтобы понять мою позицию. Другое. Тут говорить про иноземцы, не иноземцы. Мы приняли закон про Национальное антикоррупционное бюро с умовами. Там девять членов, журналистов, немае политиков. Это конкурс. На конкурс будут выставляться особи, которые будут предъявлять на голову антикоррупционного бюро. И поэтому, будь ласка, если гражданин, иноземец, хотя и президент это сказал, что он должен принять гражданство Украины. Потому что по закону он не имеет права. Что делать? Или закон поменять? Нет, но с трибуны президент Украины сказал... Нет, он сказал четко. Он должен принять гражданство Украины. Потому что президенты Латвии, Литвы были гражданами США и Канады. И они приняли их гражданство, стали этими. В других странах мира, например, в Сингапуре, гражданин Великобритании стал членом команды, премьер-министром, который создал экономическое чудо в Сингапуре. Там даже судьи иностранцы. Да, даже судьи были, так. Тому, але, у нас есть закон, у нас есть конкурс. Громадские действия, журналісти, не политики будут на конкурсной основе выбирать эту человеку. Если президент запропонует, как и все любые граждане Украины, если у нас нет в Украине честных, порядных, молодых, здоровых, которые хотят для страны добро, и нам нужно кого-то иного, то мы можем поставить, если эта независимая комиссия проголосует, что он, например, в своей стране занимался антикоррупционной политикой, он дав результат для своей страны, стал гражданином Украины, и он имеет преимущества перед теми, кто будет это очевидать. Кто не даст мне, например, козафракционному депутату Мищенко, претендувати на посаду головы антикоррупционного бюро Украины? А может я и подам свою кандидатуру? Тому... То есть уже подалее читали? Нет, может, я же скажу, это риторичное вопрос. Может. И так любой гражданин может это сделать. Если комиссия из этих перелек каких-то позитивных вещей, досвиду выберет громадянина нового, громадянина Украины, иноземца по закону, ничего не нужно. Но я считаю, что у нас много людей, которые могут молодых, здоровых, тянущих... Сколько у нас молодых людей? У меня один вопрос. Слушайте, Сергей, у меня один только вопрос. Насколько это может растянуться, процесс создания всех этих органов, когда нам реформы уже нужны на вчера? Я могу вам сказать наступное, что, на жаль, у нас очень сбочено и гаслое понимание борьбы с коррупцией. Мы считаем, что если создался какой-то орган антикоррупционный, завтра всех посадят в интервью, и все схемы... Как можно и представление о том, что уже сейчас можно бороться с коррупцией? Вот видите, вот сегодня и сейчас уже можно бороться с коррупцией. Наши шутки дают. Вы знаете, что меня лично пугает? Что вот еще толком не начала работать новая Верховная Рада, но уже, значит, обсуждаются вопросы, как мне кажется, извините меня, не кидайте в меня камни, второстепенные. Иностранцев назначать, не назначать на министерские или какие-то другие высокие посты. Кто-то уже говорит, что там нужно срочно... Первое, что надо делать, это дополнять, изменять закон о люстрации, который подвергается критике. Кто-то говорит, что нет, первым надо делом принимать закон об импичменте президента. Все приехали, да? А, между прочим, бедственное, по сути дела, там... Может быть, в речи президента нужно было обозначить эту новую повестку, а не вот эти частности. Это же было сказано... Александр, вы что-то хотели сказать? Еще не давал вам слова. Вы знаете, подняли такой огромный спектр проблем. Давайте начнем с базовых. По поводу господина Гройсмана. То есть, наверное, если господин Гройсман будет лоббировать и подпишет закон об импичменте президента, который стоит на части и фактически унеможливить усурпацию влады, которая была по Януковичу, тогда мы надо будем говорить о том, он независимый, он спикер или не независимый. Это касательно Гройсмана. Алексей сказал о том, что нужно смотреть вширь и искать так называемых экспатов, которые сюда приедут. Легионеров. Давайте смотреть вглубь. Я лично знаю четверых людей, они уже есть в публичном поле, которые были отобраны политической силой Петра Алексеевича Порошенко в качестве независимых, профессиональных, технократических менеджеров, которых, я надеюсь, предложат состав кабинета министров. Вот информация двухчасовой давности. Человек, который фактически готов возграть одно из министерств, получил следующую установку. Вы не член никакой из партии. Где же ваша партийная ответственность? Так вопрос о том, мы хотим их с паром... О ком идет речь, простите, Алексей. Если мы говорим не конкретно, то очень сложно... Александр, я имею право говорить, кто это. Это один из тех, кто уже упоминался на «Украинской правде» в той четверке технократических менеджеров высокого ранга с западным образованием. То есть по партийной квоте не идет? По партийной квоте его сейчас не... Посмотрите, а зачем тогда выборы на партийной основе? Ну а зачем тогда выборы на партийной основе? В чем смысл? Чтобы просто сидели депутаты от партии или как? Министр, это не технократ и не менеджер. Он прежде всего политик. Первый замминистра, аппарат министерства, да. Менеджеры, технократы, профессиональные служащие, госслужащие. Аппарат стабилен, политики меняются. Одна партия пришла к власти, министра назначает. Проводит такую политику. Аппарат не трогают. А то вчера один говорит, мне не дали команду привезти в свою министерство. А это что? У нас есть партии, национальные партии, кто представляет интересы Украины? Подождите, так надо как раз и формировать, чтобы партии отражали интересы Украины. Совершенно. Но мы говорим о том, что происходит сейчас в стране. Кстати говоря, и не надо говорить о том, что у нас одна и та же колода. Во-первых, половина парламента новая. Это новые лица, молодые. Давайте из них искать. Второй момент. Давайте. Второй момент. Да, у нас лидеры одна и та же колода. Но какая практика в Европе? Проиграл выборы? Иди в отставку. Новых выбирают лидеров партии. Такова практика. Меняются лидеры, меняются подходы и так далее. Был Коль, как Коля не любили. Он объединитель Германии. Там партия стабильная, у нас каждые новые выборы, новые партии. Значит, надо создавать правильно, я согласен. Из всех партий, которые попали в парламент, только одна партия старая, Батьковщина, и то в осеченном виде. Все остальные партии новые. Новые партии. Это ненормально. Перед каждыми выборами формируются новые партии. Это реальность, с которой надо работать. Нет, надо думать о реформах, в том числе и партийно-политической системы. Это не только борьба с коррупцией, это не только бюджетная, это не только налоговая реформа, но и реформа партийной системы. Это и избирательная реформа, и реформа внутри партийной демократии и так далее. Позвольте, господи, что-то сказать. Я хотел бы обратить внимание на несколько ключевых вопросов. Первое, чтобы подытожить вопрос по иностранцам, Я хотел бы сказать своему коллеге, что Дюк Адаришелье, он был не избран. Он был назначен императором, который имел право к наследственному накледованию. В Российской империи не было выбора права. Надо было идти на выборы и честно говорить, что мы за 8 месяцев не провели ни одной реформы. Подняли в два раза цены на продукты питания, на медикаменты. Обвалили в два раза курс гривны. И теперь мы говорим, что мы не способны работать, мы пригласим иностранцев. Надо было это честно говорить первое. Второе. Иностранцев можно и нужно привлекать. На роль советников, на роль консультантов, особенно успешных иностранцев. А действующая власть должна сделать все для того, чтобы в Украину вернулись. Успешные украинцы, которые сегодня руководят многими мировыми корпорациями, и успешные за границей. И чтобы наша молодежь работала именно здесь, они не мечтали убежать отсюда, в Европу или в Америку. Чтобы вот такие ребята ждут остальных. Алена, Алена, скажите пожалуйста, просто для затрачки. Да, мне просто, мне интересен не процесс, мне интересен сутричей. Мне кажется, что выборы закончились, а у нас кто-то этого не понимает, извините. Но вопрос как раз в том, что сейчас, когда мы критиковали президента за то, что он призначает как раз главу антикоррупционного бюро, а не выбирает его комиссию. То есть он его призначает за подданием конкурсной комиссии. Но именно призначает президент. И мы это очень критиковали. И как раз президент сейчас сделает такой... А по национальному банку он сделает? По национальному банку он же сделает? Нет, но он по национальному банку. Алена, сделает или нет? Слушайте, я же не представляю политику президента. Вы же скажите не только про бюро, а говорите про национальный банк, про службу в успехе. Вы мне не достаточно хотите сказать, извините, можно? Нет, вы говорите про все. Если вы будете говорить про все, я буду молчать. Только скажите про все. Кажу. Так вот, президент как раз сейчас сказал интересные вещи, которые должны обговориться в общество. Но тут важливая суть, тут не важливый процесс. Тут важно, что мы все действительно впервые объединялись. И это то, о чем говорили все молодые политики. Как вы сказали, 44% сейчас новых политиков, мы все хотели как раз широкой коалиции, мы хотели демократичной коалиции. Но слушайте, нам вперше в истории Украины вдалося створить такую коалицию из 302 голосов за один день. В первый день. Есть другая точка зрения, между прочим, Ален, что чем больше партий в коалиции, тем меньше ответственность каждой партии. Алена, вы как молодой политик и еще 40 молодых информаторов, вы лично принимали участие в движении министров? Вот скажите вы честно. Вид движения министров еще не было, смотрите. А на республике обсуждались, как же не было. Меня интересовала опять-таки суть реформы, принципы, которые мы вкладываем в это коалиционное соглашение. Кто будет реализовать реформы? Вы задавали вопросы. Я одна из молодых политиков, ну и остальные из моей партии была. Подождите, я была на последнем как раз заседании, когда подписывали в час ночи, в час 45 коалиционное соглашение. И это было непросто. И были дискуссии, и были дебаты. И это как раз мне дало надежду, что в этих дебатах мы сможем договориться. Но посмотрите, вся страна хочет, чтобы мы наконец объединились и договорились, и двигались вперед. Страна не хочет слышать дальше, что все виноваты, но никто ничего не делает, и зачем был вообще Майдан. Давайте уже все-таки договариваться и говорить о конкретных реформах. Я, например, готовилась и принесла сегодня листик как раз с реформами. А не говорить о том, иностранцы, не иностранцы, и какой процесс, плохая, корректно, хорошее. Какой процесс? Я старший крок. Спасибо. Какий парший крок? Для нас, для нас парший крок, для партии Батьковщина, тоже читку. Скасование на дотурканности депутатов, обмежение дотурканных студий и президента, а также скасование по заблокового статусу, но это для меня, на самом деле, сложное. Это самая главная реформа. Для первой недели, да. Это самая главная реформа на дотурканности. Для первой недели. Одно слово. Создали, создали коалицию, хорошо, берите, пожалуйста, на себя ответственность. Коалиция это ответственность, берите на себя ответственность. К сожалению, мы не видели. Народные депутаты это тоже ответственность. Мы не видели ни программы действия предыдущего правительства, потом не видели отчета. За 8 месяцев никто не отчитался, ура, ура, выбрали новое правительство. В сайте кабинетами министров стоит отчет. В сайте программы действия. Действующего пока еще и его правительства. В отличие от действующей провластной коалиции, оппозиционный блок в первый день внес 8 важнейших законопроектов. Первое, это индексация пенсий и заработных плат на уровень реальной инфляции. Это важно для людей? Да. Отмена пенсионной реформы, чтобы люди выходили в училище в 60 лет. Давайте не говорить про пенсионную реформу, ее сделал лидер той партии, которая не прошла в парламент. Следующий вопрос, это мораторий на повышение коммунальных тарифов и мораторий на повышение цен на наиболее значимые продукты питания. Хлеб, молоко, сахар, макаронные изделия, то на что семья деньги тратит. Следующее, восстановление выплат матерям с детьми, которые ваше правительство с 1 июля 2014 года убрало. Второй ребенок, третий ребенок и возобновление выплат после трех лет. Вот это важные вопросы, которые ждут от вас деньги. Давайте сделаем минимальная зарплата 20 тысяч гривен, отличный закон, подайте. Он будет полностью в духе всех ваших. Минимальная пенсия 10 тысяч гривен, прекрасный закон, подайте его, это очень важный вопрос. А у меня к вам, как представитель оппозиционного блока, один вопрос. Есть российские солдаты на высоке Украины или нет? У меня к вам вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Да, есть. Первый комментарий сделаю, потом отвечу. Значит, первое. Если у вас вообще хватит чувства самосохранения и здравого смысла, то вы проголосуете за те законы, которые подала оппозиция, которых ждут люди. Это первый вопрос. Второй вопрос касательно урегулирования конфликта на Востоке. Значит, если есть солдаты любой армии на территории Украины, в том числе и российской, то значит, это государство проводит агрессию против Украины. Да. Так вопрос. Есть они или нет? Значит, если они есть, то да. Значит, я спрашиваю вас, они есть или нет? Вы же народный депутат Украины, они есть или нет? А можно? Я скажу вот так. Вы были хоть раз в Донецке и Луганске? И Луганске. Слушайте, чтобы вы понимали, мы создали, я лично создал фонд «Украинская перспектива», начиная с начала мая месяца, и мы первыми, кто начал оказывать системную гуманитарную помощь и лагерям беженцев, и больниц, и госпиталям, которые находятся у раненых украинских солдат. Я там был больше, я там были больше 10 раз. Вы не знаете, как вы тратывали дороги. Мир, вот совсем недавно это было. Простой вопрос, которому вашу карьеру в партии регионов тоже. Но вы получили этот ответ. Я ни слова не говорил про партию регионов. Я задаю вопрос, есть ли российские солдаты на Донбассе? Да или нет? Все. Ну есть, ну так хорошо. Подождите, отвечаю на вопрос. Значит, однозначно, эти непризнанные республики, которые существуют на Донбассе, поддерживает Российская Федерация, в том числе и своим вооруженным преступлением. Ответ да. Есть российские солдаты? Ответ да. Значит, есть российские солдаты? Правильно, да. Давайте не ставить, давайте не ставить, давайте не ставить, давайте не ставить штаба. Да, гости дорогие. Но при этом, если вы хотите это представить как исключительно наш внешнеполитический конфликт, то вы тоже не правы. То, что происходит на Донбассе, это во многом гражданская война. По причине того, что никто не хотел делать диалог. И, кстати, вот этим вот законом или указом, по которому полностью остановлены на Донбассе выплаты пенсий, пособий матерям с детьми, мы отрезаем несколько миллионов человек. Поэтому оппозиционный блок, один из законопроектов, подал восстановление пенсий, и восстановление выплат матерям с детьми, миллионам людей, которые являются заложниками конфликта, которые вы не смогли решить. Что делать с миллионами людей? Да, это не гражданская война. Что делать с миллионами людей? Я сейчас послушайте. Я сейчас отвечаю на вопрос. Это гражданская война, одну из сторон которой поддерживает Россия, в том числе и российские вооруженные силы. Господа хорошие, извините еще раз, что я вас прерываю. Ценой больших усилий нам удалось уговорить принять участие в нашей программе Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, который в прошлом был главой государства и проводил реформы, которые очень часто у нас в стране вспоминают к месту и не к месту. Но, тем не менее, грузинский опыт бесценный. Я вас приветствую, господин Саакашвили. Приветствую вас. Вы слышите нас хорошо? Да. Слышу хорошо. Приветствую всех аудиторий. Вот, Михаил Николаевич, тут у нас уже завязались очень горячие споры по поводу того, каковы должны быть приоритеты нового парламента, нового еще не сформированного правительства. Пожалуйста, несколько рецептов. Вам не впервые, но, пожалуйста, еще раз. Я думаю, что наши ситуации были очень похожи, потому что, с одной стороны, Украина находится в экзистенциальных условиях, экзистенциальной угрозы. То есть вопрос стоит так, Путин решил разрушить украинскую государственность. Для него вопрос разрушения украинской государственности, вопрос жизни и смерти для себя самого. И, конечно, есть проблемы большие в Украине, но надо понимать, что и в России есть не менее проблемы. И с уменьшением цены на нефть, и с большими санкциями, и с большими экономическими проблемами, которые вызывают эти санкции, запас прочности России, путинской России, он тает, как шагриня его кожа. Сейчас главное Украине продержаться, главное Украине через этот период пройти. И для этого, я думаю, мы все понимаем, я думаю, прекрасно это понимают каждый украинец, и каждый подпет этой великой страны, и в том числе и большая часть политической элиты, что нужно проводить быстрые реформы, а реформы это не общее слово. Реформы это, в первую очередь, решить фундаментальный вопрос, фундаментальный вызов для украинской государственности, для каждого украинца, это борьба с коррупцией. Вы считаете, что самое главное это начать борьбу с коррупцией? А что для этого, на ваш взгляд, самое важное? Ну вот, любят ссылаться на опыт сингапурского премьера Ли Куан Ю, который говорил, знаете, для того, чтобы начать борьбу с коррупцией, надо несколько самых близких друзей отправить за решетку. Согласны с такой постановкой вопроса? Не без этого, не без этого. То есть, надо начать... То есть, главное отказаться от куманства, от клановости. И очень важно несколько вещей. То есть, во-первых, полностью нужно избавляться от... У меня, например, со мной не разговаривает половина моих родственников. И это нормально, потому что, когда я пришел к власти, они считали, что нормально. То есть, мой предшественник делал деньги, там вся его семья была очень богата. Ну, естественно, взяли сейчас наше время. И не тут-то было. И не только я не помогал, но и активно поручил своим правоохранителям, руководителям своих правоохранительных структур следить за тем, чтобы никто из родственников президента, членов семьи, не был успешным в делании бизнеса. Или одноклассников, или каких-то других друзей, и так далее. Естественно, их это не обрадовало. Грузия маленькая страна, все со всеми связаны. Михаил Николозович, и вот теперь, после того, как вы провели такое количество успешных реформ, и на ваш опыт все время ссылаются, вот вы лично, увы, потеряли возможность жить в груди, против вас пытаются возбуждать уголовные дела, вас преследуют. Вот посмотрите, любой украинский реформатор, глядя на вас, будет долго чесать, как говорится, в затылке. А мне это надо, чтобы потом меня все возненавидели, и начали тоже, значит, меня вот так вот гнобить. Это вы, как мой сын восьмилетний, говорите, ему свой одноклассник спросил, недавно я просто присутствовал, при их разговоре на телефон, он говорит, не ты хочешь стать президентом? Он говорит, нет, того еще не хватало. Говорит, вот живешь, живешь себе там, потом был президентом там 10 лет, потом другой стал президентом, и потом друг у тебя нет собственного дома, он объяснил. Потому что действительно, теперешняя правительство Грузии конфисковало не только мою квартиру, мою двухгектарную виноградник, единственную собственность, которая есть и квартиру, там 5-комнат, 4-комнат, 90-х годов, которые у нас есть, но у моей бабушки Хонду 16-летней давности. Но это все временные события. Да, у нас был реванш и корруппировал старых сил. Но даже несмотря на это, надо понимать, что пришли люди, которые были полностью реваншистами, и которые все хотели свернуть обратно. Но все институты Грузии, которые мы создали, у нас самая быстрая таможенная процедура в мире, самая быстрая регистрация компаний, самое быстрое оформление имущества, у нас самая быстрая выдача документов личности, все эти вещи, вот про аспорт, про все эти вещи, несмотря на то, что с моей точки зрения, государственной точки зрения, пришли реваншисты и просто дикари, я говорю чисто в государственном смысле этого слова, система настолько хорошо отложена, что даже вот эти политические, как в каком-то смысле дикари, не смогли ее свернуть с пути. И это есть главный критерий реформ. Ни судьба реформата, ни то, что никто из моих там членов правительств не стал, но не только, что практически никто, но есть там маленькие исключения, не только не заработал никаких денег, но многие из них там все время сейчас и ищут работу, и нашли работу по всему миру, но это не главное. В Украине есть большие проблемы. Украину грабят все последние 25 лет. А может быть из вас, из вашего правительства, кто-то найдет работу в Украине? Ну, знаете, в первую очередь, мое фундаментальное убеждение, что в Украине достаточно много талантливых украинцев, и в первую очередь, конечно, они должны поменять Украину. В Украине, когда мы говорим, что нужны изменения, нужна новая кровь, нужны новые талантливые люди, всех поколений, но особенно молодежи. У вас есть очень много образованной, хорошей молодежи. Что касается грузинского опыта, то у нас есть грузинские офицеры, которые проливают кровь за Украину, потому что это вопрос выживания. Вопрос успеха в Украине, это вопрос, быть или не быть в моей собственной Грузии. Быть или не быть в нашем будущем. Михаил Николаевич, извините, что я вас не убиваю. Тут просто гости нашей студии тоже хотели бы задать вопросы. Вот, например, Александр Вилкул, представитель оппозиционного блока, он просто первый поднял руку, потом Алексей Гончаренко, потом вы. Я первый, кстати, поднял руку. Не-не-не, давайте, Александр Юрьевич. Господин президент, я несколько раз был в Грузии, мы с вами там, кстати, встречались. Я считаю, что в Грузии были проведены прекрасные фундаментальные реформы, и во многом это может быть для нас образцом. Хотя мы видим, что, к сожалению, за короткий промежуток времени проводится ревизия, все пересматриваются и так далее. Это большая проблема. Вот сейчас, насколько я знаю, двое людей из правительства Грузии, из вашей команды практически, рассматриваются на должности уже, соответственно, на Украине. И если они были успешны, то они могут быть и хорошими советниками, и хорошими консультантами и так далее. У меня к вам один вопрос. Вы хорошо знаете, кроме Грузии, вы хорошо знаете Украину. Вы здесь учились, и частные гости, и много советуете. Спасибо вам за это. Скажите, зная качество сегодняшней украинской власти, украинского политикума, как вы думаете, их тут будет кто-нибудь слушать, их советы, то, что они будут говорить? И будут ли так делать? Спасибо. Я думаю, что в первую очередь... Спасибо за вопрос. В первую очередь, я думаю, что нам нужно послушать собственный народ. И собственный народ очень четко вам говорит, что жить по-прежнему он не разрешит. Или он требует, и он заставит политическую элиту жить по новым правилам, или поменяет эту элиту на другую, которая будет жить по новым правилам. Потому что украинский народ и вообще украинское общество пошло очень... намного вперед. И это показали все последние события. Это показали, кстати, я думаю, что разные мнения могут быть у вашей аудитории, но и последние выборы. Это потрясающе утонченный, умный, смелый, образованный народ. Целое, общество. Многоэтническое, многокультурное, состоящее из многих элементов, но действительно большая, серьезная обществ. И поэтому... Грузинский опыт, как раз вы сказали, что там все арты вот реформы, но я говорю, что, конечно, через какое-то время любой реформатор, любой человек, который, так бы, сделал то, что мы делали, то есть не разрешил своим кумовям захватывать бизнес, не разрешил то, что происходит у вас в Украине постоянно. У вас там в аренду сдаются предприятия, арендаторы выплачивают 200 тысяч в год, а забирают из этого предприятия 100 миллионов. И потом перераспределяют это на то, что там кого-то подкупить, кого-то там запугать, просто забирать себя за границу на свои счета. Вас постоянно грабили в вашу страну. Потом это все еще перерекался в политический класс, и практически приходила каннибализация страны. То есть главное, что урок наш, думаю, не то, что кого-то послушать, главный мой совет, и думаю, что и о требовании общества. Надо начать сажать коррумпированных общественных и других деятелей. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, Алексея Бончаренко. Михаил Николаевич, я вас попрошу чуть короче ваши ответы, если можно, потому что мне хотелось бы, чтобы мы успели до рекламы. Пожалуйста. Мне очень приятно вас видеть и приятно задать вам вопрос. У меня их два коротких. Первый. Только что представители нашей оппозиции сказали, что они видят реформы следующим образом, и подали первые законопроекты. Заморозить административно цены и поднять социальные выплаты. Ваш опыт грузинской реформы действительно очень значимый. Считаете ли вы такой подход правильным? И второй. Ковчег, который прошел большой путь, от каких ошибок вы хотели бы предостеречь новое украинское правительство и новую команду, которая сегодня будет реализовывать реформы? Мадлоба. Дякую вам. В первую очередь, ни в коем случае не откладывать вещи, в зависимости от того, кого-то не обидеть, кого-то не наступить. Сейчас главное понять, что вот это направление, надо туда быстро двигаться и все равно там расталкивать локтями кого угодно. Любые там интересы, любые там заслуги других людей. Вот это народ требует, чтобы вы двигались вперед. Что нужно делать? Не старыми советскими методами, с того надо заканчивать сапком. Главное, мы что делаем? Мы снизили налоги на 60% в Грузии моментально. У нас казна была пуста. Мы снизили налоги, у нас налоговые поступления выросли ровно, если вы пересчитываете с математикой, почти 20 раз. У нас бюджет вырос в 11 раз. То есть, раньше все эти деньги шли в карманы. Коробы провороватых чиновников. Мы вернули деньги народу в условиях меньших налогов. Первое. Второе. Сократить госаппарат. У вашего госаппарата слишком много функций. Они занимаются всем, чем угодно, реально ничем не занимаются, кроме того, чтобы выманивать деньги. Государственные расходы 50%... Они просто делают... 48. Да, у нас обходилось. Мы конституционно поменяли, и у нас не могло быть больше 30. Реально мы 27-28% делали. Надо сокращать вот это бремо, потому что это бремо вы реально кормите чиновников, которые у вас последнюю кровь высасывают. Страна этого просто не выдержит. Каждый из них будет... И мой совет, они будут доказывать сейчас. Каждый департамент министерства, новый министр... Вот наш департамент нужно. Без этого, без нас, произойдут пожары. Там люди отравятся. Все разрушится. Так гнать их в шею. Неправда это все. Михаил, у нас минута осталась. Пожалуйста. Пожалуйста, последний вопрос. Вадим Карачев. Тогда очень короткий вопрос. Какая была ежегодная помощь США Грузии на реформы? Из каких источников финансировалась реформированная полиция? Это очень важно, потому что Курейна большая страна. Понятный вопрос. Это рассказывал Путин, эти байки, насчет того, как нас Америка кормила. Хотел бы я, что она нас кормила. На самом деле, все наши деньги, все пришли за счет того, что мы не разрешали красть и заставили их принести то, что они украли обратно. Не было ни одного миллиона, по крайней мере, первые годы наших реформ. После войны они чуть-чуть помогли. Не было ни одного миллиона, который они нам дали. Это все было за счет того, что мы сократили регулирование, сократили аппарат, реально поменяли, практически поменяли всю таможню, поменяли всю полицию, сократили их несколько раз, сократили их функции, освободили бизнес. Грузия на восьмом месте в мире по простоте была, понимаете, дело не бизнеса. Справились с криминалом. У нас самая безопасная страна была в Европе. и пошли деньги, пошли инвестиции. У нас туризм выросли, а в Украине больше потенциала даже. Михаил Николаевич, извините, что я вас... 60 миллионов. 60 раз. То есть, вы за счет своих решений не верьте тому, что Америка вас будет кормить. Вы сами можете себя прокормить. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за вашу ответ. К сожалению, просто наше время в данный момент подходит к концу. У нас на связи был президент Грузии Михаил Саакашвили. Знаете, бывших президентов не бывает, не добавляем приставку. Экс. Спасибо, а мы продолжим нашу программу. Прямо в следующей уже ее части. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Спасибо за аплодисменты. Программа подробностей продолжает очередной выпуск нашего пятничного политического ток-шоу «Черное зеркало». У нас в студии произошла, скажем так, частичная смена состава. К Алексею Гончаренко, представляющему блог Петра Порошенко, присоединился еще один. Однопартийца Александр Черненко... Без партий. Избранный по списку блог Петра Порошенко. А вот Юрий Деревянко, я не знаю, как вас теперь представляете? Я и депутат политической партии «Воля» и «Позафракции». Позафракции. Прошу. Позафракции. 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 А вот Юрий Деревянко, это радикальная партия. Партия Олега Лешкова. Кроме того, я хотел бы представить вам звук моих коллег, которые у нас сегодня впервые. Они, может быть, не подавали голоса, стесняются в первый раз. Это Денис Попович. Раньше вы работали в «Коммерсанте», да? А сейчас заместитель главного редактора интернет-портала «Апостров». Да, новый интернет-портал «Апостров». Прошу любить и жаловать. Новый еженедельник, новое время, извините за невольную тавтологию, у нас здесь представляет Виктор Агиенко. Виктор, я хотел вас спросить, вы интересную вещь тут написали, что будто бы из стальной оппозиции идут конфликты, споры, разговоры. И вот якобы Сергей Клюев, в прошлом регионал, родной брат Андрея Клюева, последнего главы администрации Привенуковича, отказался войти в состав фракции оппозиционного блока из-за разногласий с Сергеем Левочкиным. Я правильно излагаю? Да, да. А вот расскажите подробнее эту историю. Ну, как говорят сами представители оппозиционного блока, что Сергей Клюев не будет входить в оппозиционный блок, потому что, ну, существует, как бы, мнение его брата Андрея Петровича Клюева, да, что одним из организаторов Майдана, тем человеком, который повлиял, ну, вообще на Майдан, был Сергей Левочкин, да. Ну, а господину Левочкину, господин Левочкин сейчас один из лидеров оппозиционного блока, и, соответственно, как бы, между ними такой довольно-таки серьезный конфликт. Вам не удалось об этом непосредственно у Сергея Клюева спросить? Или у Сергея Левочкина? Ну, к сожалению, Сергея Клюева я так не смог в день открытия Рады найти и увидеть, поэтому не смог. Ну, я думаю, во вторник, если он все-таки появится в Раде, то... Ну, доведите эту историю до конца, да, что потом скажут, что это все придумал Черчилль в 2018 году. Можно, у меня будет, раз у меня такая уже возможность появилась, да, у меня вопрос ко всем представителям коалиции, ну, то есть, в принципе, не важно... У вас есть два представителя коалиции? Да, ну, три. А, да, простите, извините, ради бога. Три, конечно же. Ну, на самом деле, вопрос очень простой, то есть, все говорите о том, что, там, будем строить новую страну, по-новому подходы, а почему когда-то, ну, то есть, все представители коалиции обещали о том, что у нас будет открытое обсуждение кандидатуру в министерство, в кабинет министров. В реальности же только, в принципе, Арсений Яценюк назвал публично свои кандидатуры. Всех остальных, например, от блока Петра Порошенко мы узнаем из каких-то журналистских инсайдов. А напомните, пожалуйста, кого назвал у нас новый премьер-министр, новый старый премьер-министр? Ну, Арсений Петрович назвал, кого бы он хотел. Да, у него был список туда... Две недели назад, пятничный список из претендентов, некоторые из этих людей потом говорили, что им не предлагали эти должности. Мы опять видим кулуарные игры, которые были при Януковиче, да, ну, то есть, и что изменилось? Если вы уже сейчас на этом этапе играете в те же игры, все как кулуарно договариваетесь, то что изменится, если придет новый старый Кабмин? Вот хотелось бы понять, и почему вообще кулуарно? Где кандидатура от блока Порошенко публично? Спасибо. Спасибо. Я тебе хочу. Да, потому что Александр Черненко, по-перше, шкода, немало представителей Народного фронта, но я им так же говорю, что ты, что назвал Арсений Петрович, ну, это его было фантазией. Если бы это были те кандидатуры, которые называли, какой-то следует консультации, а не просто какого-то его видения не с кем не позволено, то давайте не подменять понятие, это точно не было публичное обговорение, это была фиар-акция Яценюка. Те, что сегодня не все прозвища называются, это так же не очень понравится, но вы понимаете, сегодня очень большое сплетение интересов. Сегодня настолько, и это, возможно, погано, но это такие реалии, насколько эти договоренности, они таки балансуют, что есть вариант, когда можно насходить. Я думаю, что те кандидатуры, и те, которые будут внесены в вторник, и проголосованы в коалицию, это будут, скорее всего, достойные люди. Не более, что будут достойные люди, возможно, можно было какие-то там влаштовые конкурсы, но, на жаль, сегодня такие стосунки в коалиции. Я правильно понимаю, вы хотите сказать, публичность проиграла, кулуарщина... Она не програла, не выиграла ни то, ни то, потому что давайте оценивать уже кандидатуры, какие они... Но нам их обещали обсудить. Давайте я отвечу, тоже прокомментирую. Мне кажется, вы знаете, с одной стороны общество требует, давайте быстрее, и это правда. Сегодня у нас нет, кроме премьер-министра, у нас нет ни одного министра. В то же время страна входит в бюджетный Новый год, совершенно тяжелейшая ситуация, отопительный сезон и так далее, и так далее. Поэтому, если мы говорим быстрее, то мы не можем делать обсуждение на 30-40 дней. От того, вот та фамилия, или та, или та. Алексей, вы 30 дней его доходы сдавали к Алинецам. Во-вторых, вот мы говорим открытое обсуждение. Я просто даже не очень понимаю, что мы хотим. Вот мы сказали, нашим кандидатом является Иван Иванов. Или там Арсений Иценюк назвал некий набор фамилий. И? То есть, это же сегодня ничего не говорит. Ведь подход, который сегодня исповедует блок Петра Порошенко, может быть, если все это будет поддержано партнерами по коалиции, премьер-министрам и так далее, что будут привлечены менеджеры топ-уровня, политически не заангажированные. Это очень важно. Не по партийным квотам, которые смогут себя реализовать и показать свою работу. От обсуждения их фамилий, так, 99% жителей Украины это ничего не скажет. Мы увидим их работу. Это неплохо и неплохо. Мы знаем обе и те же фамилии, которых мы знаем уже их эффективность. Сегодня речь идет о новых людях. Дуже правильное вопрос. Дякую, что вы поддерживаете наши позиции в переговорах. Сегодня заседала Рада коалиции. Рада коалиции будет заседать завтра. Наша позиция в том, что громадское обговорение полное. Мы не встегаем в векенду. Мы сами себе поставили останний термін, что мы в векторок голосуем. Но что нужно сделать? На понеделок мы хотим провести заседание всех фракций. Я вижу на загальные сборы коалиции. З презентацией кандидатов. Конечно, что я боюсь, что будет, как всегда, мы затвердим кандидатов в ночь с понеделка на векторок. О третьей ночи. И в векторок сранку будем за них голосовать без встречи. Это плохо, как на меня. Но это лучше, чем мы снова будем тиждень тягнуть их на затверждение. Игорь, спросите, пожалуйста, сегодня «Украинская правда». «Украинская правда» сообщает, что якобы ваш лидер, Олег Лешко, говорит, что готов отказаться от кресла вице-спикера, если ему дадут бюджетный комитет. Соответствует действительность? Это не была цитата Олега Лешко, но Олег Валерьевич может работать первым вектором, может работать главой бюджетного комитета, может залежать просто главой фракции. Он уже 9 лет в парламенте. Он работал первым выступником главы бюджетного комитета. Может, как можно предложить его? Это не торговля. Когда меня запитывают уже месяц, на какие посады вы претендуете. Да мы не претендуем на посады. У нас есть список людей, которые могут працать на посады. И с партнером у нас разговора такая. У вас есть лучшие, давайте тут будет ваш. Нам залишится цей. Есть список посадов, на которых у нас вообще нет кандидатов, мы на них никого не заявляем. И поэтому тут мы очень гнучки в переговорах, но переговоры тревают через то, что некоторые другие люди говорят, что нужно их обеспечить. Он такая хорошая человек, ему нужно найти работу. Но это затягивает трех коалифейные переговоры. Мы их не выносим наружу, потому что мы за них будем все вместе и твое даро. Да, пожалуйста. Я хочу о принципиальных вещах, которые меня так срезали, как говорится. Топ-менеджеры высокого уровня на министерские посты, которые политически не ангажированы. Ребята, это политика. Он должен быть политически ангажирован. Не клановый ангажирован, не ком, не представитель клана и так далее. Но политика, министр это политик. Он отвечает... Да, нет, не достало. Во-вторых, как делается в Европе, когда мы знаем, что та или иная партия, вероятный участник коалиции или правительства, у них уже набор, потому что мы знаем, кто лидер партии, кто зам, кто специалист по экономике в этой партии, кто специалист по финансам, кто по культуре и так далее. Мы уже знаем, кто примерно, как по густаммин. А тут мы не знаем, что это за подход? Блок Петра Бороженко говорит, а кто министры? Дайте какой-то список хотя бы. Пусть предварительный будет. Но уже начинали обсуждение. Кандидатуры министры вносит премьер, и коалиция, которая голосовала, она несет политическую ответственность. За тех и премьер-министр, и коалиция несут. Политическую ответственность за уровень. Александр, я правильно, но формуется уряд. А в чем ответственность будет проявляться? Ответственность наша, мы избраны, мы народные депутаты Украины, и парламент Украины. И мы несем ответственность за всю работу правительства, и за работу парламента. В случае чего пойдете на перевык. В случае чего, конечно, мы все несем. К сожалению, я скажу слово. К сожалению, уважаемый Евгений, в случае чего, боюсь, что у нас вся страна уже пойдет туда-то, а не туда. У нас для такой, мы доведены черты, что этот парламент, возможно, уже последний парламент может быть страны в таком виде. И наша задача сделать так, чтобы были следующие, девятые, десятые, одиннадцатые и дальше созывы. В этом случае чего быть не должно. Я боюсь, что у нас и скоро народные депутаты тоже будут заходить. Я абсолютно закинчу думку, смотрите, цей уряд, который до вчера у нас еще был, он квотный был, там, министр удар, свободы. И что было? То есть не избирали. Если была какая-то успешная решение, там, освятая реформа, то, как выходит премьер, каже, бачите, мой уряд сделал это очень хорошо. Как только здесь провал, а, это министр от свободы, это министр от удар, вот они несут за ней ответственность. Так же было так. Сегодня мы выступаем за то, чтобы и премьер, и коалиция несли ответственность за каждого министра. А вот покажите, пожалуйста, наш опрос. Мы на сайте программы подробностей, как всегда, запустили, ну, не опрос, а голосование. Что у коалиции точно получится? И вот смотрите, 45% точно получится разочаровать народ. Точно получится устроить скандал. Вот что касается провести реформы, значительно меньший процент. Знаете, о чем вы такие цифры? Почему? Потому что есть досвид попередних коалиций. Есть негативный досвид попередних коалиций. Но есть уже досвид формования цієї коалиции. А можно тоже добавить, почему такие цифры? У нас был в первой части передачи Михаил Саакашвили, который действительно провел огромные реформы. Я в Грузии был часто, и каждый год бывал. И посмотреть, когда он пришел к власти, это не было света, это не было воды, зарплаты там были по 10-15 долларов. Ну, это невероятно, в каком состоянии была страна. Когда он уходил, это совершенно другая страна. И что? В итоге его партия проиграла выборы в Грузии. Он создал честную демократическую систему, в которой были честные выборы, и партия проиграла. Что это нам говорит? Это говорит о том, что четвертый пункт разочаровать народ будет 100%. Это правда. Потому что никогда ни одна власть не выполнит все пожелания, и все эти эфирования... Вы бы еще не предвидели успеха, если и только в работе коалиции и власти будет то, что страна сохранится, что у нас мы сохраним наше государство, и мы сделаем шаг вперед, пусть даже не очень большой. Это будет огромным успехом, который мы обязаны достичь. Александр Харелин, хотел что-то сказать, или о чем-то спросить. Да, в начале передачи вы сказали, постоянно повторяли слово, правящая коалиция. Знаете, я хочу дожить до того времени, когда будет говориться служащая народа Украины коалиция. Исходя из этого, и результаты будут другие. Давайте посмотрим на ситуацию сейчас с политиками. То есть министры идут от политических партий. Фактически, квотный принцип, который якобы не соблюдается сейчас, он соблюдается неформально. То есть выдвигает коалиция, но в любом случае правительство поделено практически по квотам от каждой политической силы. Неформально. Что-то выдвигает блок Петра Порошенко, что-то Народный фронт. Дай бог, самопомощь сподобится что-то выдвинуть. Про Лешко не знаю. Возможно, и у вас есть специалисты, которые готовы что-то выдвинуть. Это как для той партии, равное министерство. Это эконом, вот этот квот. Реформы в стране назрели давно. Реформы непопулярные, которые могут уничтожить рейтинг любой политической силы в Украине. Поэтому наличие технократического правительства, за спиной которого не стоят политические силы, Я вам повесил, знаете, как успешные реформы делались в Польше? Там партии делали. Ни один лидер вам не сделает реформы. Вот судьба Саакашвили. Где он сейчас? И реформы недоделанные. Не надо преувеличивать его по Грузии. Он поменял Грузии. Давайте не будем в Солидарности. Давайте не будем в Солидарности. Польша и Солидарность Порошенко с вами. Послушайте. Вот был Валенца. Солидарность. Непопулярные реформы Бальцировича. На смену приходят левые партии. Левица, Квасневского. Они продолжают реформы. Потом ими недовольны. Выбирается пять правых. У вас нет политических партий, которые могли бы играть в длинную. Так вот вы послушайте. Не надо создать нормальную партийную систему, чтобы преемственность партий одного стратегического вектора потом все работали на Европу, на НАТО, на реформы, для того, чтобы Польша вернулась в Европу. Но реформы сейчас нужны, а не будем строить 10 лет. Услышьте меня и услышьте другие. Проводят партии. Не люди, не лидеры, какие бы ни были. Партийная система проводит выборы. Понимаете, когда есть правые, левые партии. Одни надоели, избирают новые. Они продолжают тоже делать. Мы возвращаемся здесь, Вадим, к тому разговору, который у нас был в предыдущей части программы, что, увы, у нас партии-то создаются всякие разъезды. А без этого мы не проведем реформы. Как мы этого не понимаем? Мы должны сделать партии. Пока мы будем создавать партии, да, уже она умрет. Они создаются элементарно. Я вам скажу, как элементарно. Знаете, как создаются партии? В том числе и через избирательную кампанию. Были бы у нас выборы по открытым спискам. Партии были бы другие. Юрий Деревянко еще пока ничего не сказал. Кстати, партия Воля. Партия Воля – это партия, которая попала в парламент первый раз. И хочу поддякувать своим выборцам, потому что 70% голосов отдали за меня. И это в треку самых высших результатов в Украине попало. И хочу сказать, что своих выборцев я точно не подведу. Незважаючи на то, что сегодня я позафракционный народный депутат. Коаліция, на превеликий жаль, так влаштувала коаліційную угоду, что патріотичные позафракционные народные депутаты не могут писать в коаліцию. Но я хочу сказать на рахунок реформ. Коаліцию не взяли, люстрировали. На рахунок реформ хочу сказать. Вы знаете, я думаю, что если реформи будут проведены вдало, то эти партии, наоборот, отримуют поддержку. Не втратят ей поддержку, а отримуют. Потому что такие реформи, как борьба с коррупцией, такие реформи, как полная реконструкция государственного аппарата и скорочення, такие реформи, как понижение податкового навантажения на всех, в том числе и на граждан. Это такие реформи, которые будут витаться. Поэтому я хочу сказать, что эти реформи нужно негайно начать действовать. Но кроме того, среди важных реформ, это реформы, которые касаются обороноздатности. Именно подготовки наших бойцов, наших людей, наших граждан до умения защищать нашу государство. Я считаю, что если эти реформи будут первичные в коалиции, и мы точно те патриотические депутаты, которые сегодня попали в парламент, сможем подставить и плечо, и руку, то мы точно будем иметь и Украину незалежную, и целесную, и в целом заможную. Поэтому я считаю, что нужно негайно эти реформи начать делать. А сейчас вы не согласны, что это? А если мы говорим о Кулуарщине, то я хочу сказать, что система старая осталась. И система осталась старая, пока что в том числе и о открытии формирования уряда. Багато было деклараций, но ничего не зависит сегодня, даже в алкогольном порядке, выставить тех кандидатур на формирование уряда, обговорить, в том числе и на коалиции. И ничего страшного в этом нет, даже если нет времени. И то, что сегодня идет отход от квотного принципа, за такой Кулуарщиной предбачивается, что все-таки он где-то потаимно зберегается. Поэтому хотелось бы, конечно, больше открытости. И это было бы больше поддержки, и в том числе среди людей и других депутатов, которые сегодня в парламенте, и готовы поддерживать те реформи, которые действительно нужно делать негайно. Я прошу прощения. Я хотел бы спросить, звал ли он иностранцев, точнее, почему он их туда не звал. Почему он нашел 29-35-летних министров, которые были не членами его партии, которые были менеджерами высокого уровня, которые провели те реформы, в которых нуждалась Грузия. Потому что о деле, наверное, думал. Совершенно точно. Зачем вам сейчас, в ситуации, когда мы находимся фактически в реанимации, искать, учить, в пятилетний период, учить партию, чтобы она создала свой министр, если можно взять специалист и сделать операцию, который сделал операцию, просто уйдет. Вы вообще изучали политологию, теории политики, политический опыт. Да, мы сейчас говорим о реалиях, а не теория. Я вам скажу, технократы проводили там реформы, где были авторитарные правительства, и мобилизационные экономики. А вы меня не спросили, либо это были военные, либо это были военные, чтобы военная диктатура была в этой стране. Я хочу, чтобы был президент, взялся на себя ответственность. Или премьер, который возьмет на себя ответственность за то, что будет знанием. Верховная Рада, политическая элита, политические партии, которые выбирают премьера, избирают президента. Мы поняли, у нас включение. Хорошо. Так вот, извините, пожалуйста, давайте мы от политологических материй высоких обратимся к суровой повседневной реальности, к реальности того, что происходит в прифронтовой полосе на юго-востоке Украины. Вот сейчас на связи с нами Константин Батосский, советник Сергея Тарута, который в прошлом был губернатором Донбасса, теперь стал депутатом Верховной Рады. Константин, вот там, в Мариуполе, на Донбассе, на юго-востоке, чего ждут от вновь избранной Верховной Рады, чего ждут от коалиции? Какие ожидания? Константин. Добрый вечер. Да-да-да, я слышу вас. Добрый вечер. Ожидания... Слышно? Мы слышим вас, Костя. Ожидания, в первую очередь, ответов на насущные вопросы. Потому что жители Донбасса сейчас, в данный момент, интересуют, что же действительно на самом деле происходит с их регионом. Каждый человек, кто пересекает зону АТО и кто здесь ездит, волонтеры, видят, что, по сути, обустраивается линия государственной границы, возводятся инженерные сооружения, возводятся пункты пропуска полноценные, пограничные войска заступают на службу и, в принципе, очень скоро будут готовы регистрировать поток людей, который пересекает эту границу. Поэтому возникает вопрос, что происходит сейчас с нашей территорией. У нас меняются границы Украины или границы Украины не меняются? К сожалению, на Востоке мы не слышим именно правды и ответов на самые животрепещущие вопросы. Вот, например, тот же вопрос о пресловутых выплатах. Здесь даже не очень охота разговаривать о том, насколько этот шаг окажется эффективным, неэффективным, нужным, ненужным, потому что правы обе стороны. Правы, на самом деле, те люди, которые говорят, что выплаты позволили, стали стимулом для того, чтобы начались переговоры. И правы абсолютно те, кто говорят, что в результате этой политики на Донецке, в Донбассе будут иметь место голодные смерти. Хуже другое. Хуже то, что вокруг этого вопроса общество на самом деле раскололось. И раскололось снова вдоль линии Днепра. И впервые, пожалуй, за историю Украины этот раскол идет не отсюда, с Востока вверх на Киев, а из Киева сюда на Восток. Мы не понимаем, нам никто не объясняет суть этой политики, в то время как запрос растет просто на нормальную работу власти. Допустим, результатом того же закона о выплатах стало то, что город Мариуполь принимает сегодня до 30 тысяч пенсионеров ежедневно. Принять такой объем людей без дополнительной помощи практически невозможно. Константин, я вас перебью, просто для того, чтобы уточнить, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот эти 30 тысяч, которые приезжают ежедневно, для того, чтобы получить пенсии, они приезжают и уезжают, или они приезжают и остаются? Нет, эти люди приезжают и уезжают. Мы имеем многотысячные очереди на трех этапах. Сначала люди стоят в многотысячной очереди в отделении соцзащиты для получения справки. Затем они несут эту справку в пенсионный фонд. Из пенсионного фонда они идут в отделение Ощадбанка для того, чтобы получить причитающиеся им деньги. Все это отнимает кучу времени, очереди тянутся на улицы. Несмотря на то, что часы работы увеличены максимально на два часа, все социальные службы работают в городе Мариуполе с 7 до 7 часов. Выведены люди из отпусков, но без помощи центральной власти мы не можем справляться с таким потоком, хотя бы потому, что нас никто не предупредил, что он будет. Константин, скажите, пожалуйста, но все-таки настроение этих людей, чего они ждут? Настроение? Чего они хотят, скажем, от... Эти люди не ждут ничего. Мира ждут. Они хотят, чтобы от них отстали. Они хотят, чтобы они получили свои деньги. Они одинаково негативно относятся как к ДНР, который обрекает их на страдания, так и к Украине, которая обрекает их на ровном месте на лишние телодвижения, которые им непонятны, потому что им непонятно, зачем надо брать справку для того, чтобы подтверждать выплаты. Учитывая, что они уже раньше зарегистрировались. И они уезжают снова. Хорошо. А что, на ваш взгляд, коалиция... Государство не может предоставить им условия. Что, на ваш взгляд, коалиция и правительство, которое, мы надеемся, будет в ближайшие дни сформировано, может сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить? На ваш взгляд. Реформы. Государство Украины должно стать привлекательным и должно показать способность меняться. Это то, что привлечет всех людей к государству Украины. На сегодняшний день просто не видно желания что-либо менять. Реформировать государство, реформировать подходы. Переходить к политике, в центре которой стоит абсолютно каждый гражданин Украины. А не отдельные какие-то группы лиц. Хорошо. Тогда вот, знаете, как в стародавние времена спрашивали, если бы директором были вы, вот если бы в вашей власти было проводить реформы, то какие первые три самых главных реформы вы бы стали проводить? С учетом того, что вы знаете о Донбассе и понимаете, чего ждут, на ваш взгляд, его жители. Константин. Да, я слышу. Коалиция должна первым образом сделать те реформы, которые сделают все остальные реформы необратимыми. Надо выбрать три простых реформаторских начинания. В моем понимании это децентрализация, поскольку это наиболее разработанный и теоретический, и методологический на сегодняшний день пакет реформ. В редакции Владимира Гройсмана. На втором месте это реформа правоохранительных органов и вообще силовых структур, потому что эта реформа станет естественным следствием реформы децентрализации. И дерегуляция радикальной экономики. Три эти вещи в комплексе сделают все остальные реформы, которые мы не можем выстроить в приоритете, просто необратимыми. Потому что претензия людей, которые принадлежат к моему поколению, собственно в том, что мы живем в современной Украине, где ничего не меняется. Проходит наша жизнь, и нам становится обидно, что государство не может совершить прыжок в своем развитии. Поэтому вместо того, чтобы заключать коалиционное соглашение абсолютно пустое, без постановки целей, сроков, ответственных, спорить не о том, как надо делать, а бесконечно спорить о том, что надо делать, что не надо делать, очень хотелось бы, чтобы власти решились, сделали шаг. Пусть этот будет шаг в неправильном направлении, но это должен быть шаг. Спасибо большое, Константин, спасибо. Пока, к сожалению, не происходит разницу к этому поводу. Спасибо, Константин Батовский, с нами на свете. У вас вопрос, Денис? Константин, у нас здесь присутствует журналист Денис Попович, который зам главного редактора нового портала Апок... Апостров, я все время путаю. Апокриф. Не Апокриф, Апостров. Апостров. И он же, кстати, ну скажем так, человек, пишущий, на мой взгляд, очень интересные содержательные статьи по военно-политической и сугубо военной тематике. Пожалуйста, Денис. Константин, вопрос такой. На прошлой неделе появилась информация о голодных бунтах, так называемых. Назывались города Терес, Енакиево, Макеевка, Волганской области, был Свердловск, Черно-Партизанский и так далее. Как сейчас обстановка там, в этих вот местах? Улучшилась, ухудшилась, где-то, может быть, еще в каких-то городах вспыхнули такие вот вещи? Спасибо за вопрос. Понимаете, я узнаю о событиях на моей родине, городе Донецке и тех городах, которые остались под контролем. ДНР и СМИ, я там не бываю, мне там небезопасно находиться. Но я действительно слышал от знакомых неоднократно о том, что случаи голодных смертей имеют место быть в городе Донецке, на его окраинных районах, среди очень четкой категории граждан. Это люди, которые не могут перемещаться, которые не могут двигаться. Парализованные старики, дети, инвалиды, ограниченные в передвижении люди, которые не могут получить помощь. А помощь не может быть к ним. Сколько таких случаев? Я знаю, что эти места имеют быть. Ну что ж, Константин, спасибо большое. Я напомню, что на связи с нами был Константин Батоский, советник бывшего губернатора Донецкой области, а ныне народного депутата Сергея Тарута. Мы возвращаемся в студию. Я как раз хотел, Денис, вас спросить. Вот мне запомнилась ваша статья, в которой вы, что называется, с фактами и цифрами в руках доказывали, что вот эта вот история, которая нас очень часто пугает, про то, что Путин будет пробивать коридор из как раз южной части Донецкой области вдоль Азовского моря в сторону Крыма, это как бы страшилка, которая едва ли в военном отношении реализуема. Ну, вообще, вот на ваш взгляд, вот какова сейчас реальная, мы мало сегодня об этом говорили, только возник спор, есть ли российские солдаты на Донеччине или нету, я так и не понял, к чему мы пришли. Минопозиционный блок признал, есть и есть интервенция со стороны России. Ну, хорошо, давайте эксперта послушаем. Вас интересует, будет ли наступление или какая ситуация? Меня интересует все. И будет ли наступление, и какая ситуация, и какой ваш прогноз, и отвечать будете, как ваш бывший главный редактор. Отвечу, отвечу. В случае чего позовем, потом и спросим. Да, если начнется война, позовете, если успеем приехать. А что, действительно может начаться война? Нет, я не думаю, я думаю, что то, что... Вы не думаете или вам что-то известно? То, о чем я писал, оно, в общем-то, ничего не изменилось по сравнению с теми... Но вы все-таки расскажите в двух словах, потому что я читал, а остальные могли не читать. Здесь присутствуют и нас, смотрящие по телевизору. Я в своем издании Апостер, в интернет-издании, написал заметку о том, почему Владимир Путин не станет пробивать коридор, пресловутый коридор, значит, в Крым, в той побережье Азовского моря. Было несколько тезисов. Первый тезис, у него не хватит сил для атаки, непосредственно для атаки, для того, чтобы прорвать укрепления, сооруженные украинскими войсками. И второй, самый главный тезис, даже если он сможет их прорвать, у него не хватит сил для самого главного удержать этот коридор. Почему? Потому что протяженность его, а мы говорим о пречественной трассе Мариуполь, Мелитополь, Чангар, дальше на Крым, она слишком длинная, слишком протяженная для того, чтобы можно было ее удержать. То есть там порядка 300 километров. Нужно расположить большое количество войск, возвести укрепление степи, эшелонированное укрепление. Развести артиллерию, вкопать танки, этих людей обеспечивать, вывозить раненых. И кроме того, нужно сделать так, чтобы мы не простреливали этот коридор. То есть нужно безопасить его от выстрелов, от выстрелов телеворки, авиации и так далее. То есть это очень большой кусок работы, трудновыполнимый, просто для этого у него не хватит сил, не хватит солдат. В том числе и тех, которые сейчас находятся именно вблизи зоны антитриристической операции. Это первое. Что касается чего нас ждать в будущем, то я полагаю, что нам следует ждать мелкого обострения. То есть обострения ситуации на определенных участках. Денис, ну вот с коридором понятно, а Путин недавно в средствах массовой информации обсуждался о том, что пугал наступлением активным на Востоке. Не пробивание коридора, а наступлением. На это сил хватит или это просто шантаж? Как вы считаете? Что считать наступлением? То есть если мы говорим о наступлении... Усилить боевые действия на Востоке. А это новые жертвы, новые районы захваченные, снова разрушенные. Усилить можно. Есть дебальский выступ в Донецкой области, который опасен. То есть его можно отрезать, мы получим новый котел. То есть дебальцево могут? Дебальцево могут. Что еще? На северо-луганской области напряженная ситуация. То есть цель город счастье, где находится крупнейшая ТЭЦ. Она питает весь Донбасс. То есть она жизненно необходима для того, чтобы запитывать Донбасс теплом и светом. То есть она находится в руках украинских войск. Там могут быть поползновения, атаковать. Мы знаем о попытках отжать блокпосты. Такое слово применил отжать. По-другому это не называется. А что это значит отжать блокпосты? 32-й блокпост Бахмута слышали, наверное. Он был окружен и мы были вынуждены его оставить. Потом пошли атаки на 31-й блокпост, вроде отстояли. Зачем это нужно? Там есть трасса 513-03, если я не ошибаюсь, она называется. Такая вот шоссе, с помощью которой можно перебрасывать прикрепление под Лисичанск, север Донецк. Она перекрыта нашими блокпостами. И для того, чтобы освободить движение, нужно блокпосты ликвидировать. Ну вот у меня вопрос. Все-таки, предположим, если произойдут какие-то случаи, или там серии случаев обострения военной активности, скажем так, наступлений локальных на том или другом участке линии прекращения огня, если так можно сказать, о линии прекращения огня всерьез. Все-таки, это будут действия, вот в рамках привычной у нас модели гибридной войны, когда если и есть российские военные, то они выступают в роли то ли добровольцев, то ли опускников, они без знаков различия, а то ли они там играют роль военных советников, при вооруженных сепаратистов ЛНР, ДНР, или все-таки это может быть реальное наступление частей и соединений российской армии? И хватит ли сразу уточнения, хватит ли у нас сил, чтобы им противостоять? Значит, со второго вопроса начну. Да, сейчас на фронте паритет. То есть, если мы берем российские силы, плюс боевики, плюс наемники, плюс казаки, и, ну, весь набор, который сейчас там есть, да, на востоке, и берем наших, то это примерно равные силы по численности. Если мы говорим о крупном наступлении, должно быть преимущество раза в три, наступающего, перед обороняющимся, это тезисы военной науки. А в некоторых случаях говорят, что и в пять раз, да, но мы говорим минимум в три раза. Поэтому крупномасштабное наступление на каком-то участке должно быть вот такое вот преимущество. То есть, просто наступать... Пока его нет. Пока его нет, да. Это я ответил на второй вопрос. На первый вопрос, вот, я скажу, что, да, на мой взгляд, будет гибридная война продолжаться, потому что мы знаем о том, что сейчас продолжаются вот эти вещи, связанные с переодеванием формы частей нацгвардии, вот эти вот вещи есть, да, с переодеванием, значит, формы наших частей и так далее. То есть, по-прежнему будет скрываться присутствие российских войск. Ну, их там, может быть, так-то и много, да, в общем, у нас на сравнительно с боевиками и с наемниками. Но именно будет скрываться. Хотя, в общем-то, все мы прекрасно понимаем, что это уже секрет Палишинели, что там они есть, и вот уже... Ну, это последний вопрос, Денис, чтобы мы так... Было признано сегодня, что они есть, да, то есть... С военных, сугубо военных тем, перешли к политическим. Вот пытаюсь построить такой мостик. Какое вооружение, прежде всего, сейчас необходимо в украинской армии? Что нужно, в том числе и с Запада? Есть конкретные запросы на вооружение. Прежде всего, это системы связи современной, системы разведки, в том числе беспилотные летательные аппараты. На прошлой неделе была информация о том, что начались поставки войска средств контрбатарейной борьбы. Это легкий противовинометный комплекс, который позволяет отслеживать координаты огневых точек противника. Это тоже очень важная и полезная вещь. Насколько я знаю, в принципе, наши предприятия тоже производят подобный род оборудование. Называется «Зоопарк-2» и «Положение-2». К сожалению, они не поставляются в зону АТО. Это уже вопрос, наверное, от Министерства обороны, вопрос к Угроборонпрому, почему эти оборудования не поставляются. Но вот есть потребность и в этом. Конечно же, это одежда, амуниция и так далее. Вот. Бронированные машины необходимые. Почему? Потому что, несмотря на то, что у нас мощный ВПК, пока что мы еще не стали на те рельсы, которые позволяют нам в избытке обеспечивать армию бронированными машинами. Понятно. Понятно. Спасибо, Денис. Это точно оружие. А можно вопросик? Ну, если точное оружие, это уже объем, хочется спросить у господ депутатов, в том числе у представителей проправительства. Как сейчас правильно сказать, с точки зрения политологии, правительственной, проправительственной? С точки зрения правящей коалиции. Правящей коалиции. Правящей партии. Представители правящей коалиции. Вопрос. В коалиционном соглашении что-то записано, скажем, по поводу того, чтобы добиваться поставок Запада нелетального вооружения для украинской армии. Тех же самых беспилотников. Есть что-нибудь там? Там есть глобальный раздел про реформование украинской армии, взагалі військовую реформу, где так детально не прописывается, но действительно есть принцип створения сучасной, мобильной, эффективной армии, а что само собой... То есть четкости там нет? Ну, не можно, но, чекайте, там и так дуже-дуже багато речей. Ой, извините, я думаю, что это один из самых главных вызовов. То есть мы говорим так, что в коалиционном соглашении будет прописано. Получите США противоминометный. Я уже извинил. Я думаю, что это первый очередной вызов. Створение сучасной, деиздатной, эффективной мобильной армии, перед бачами, в том числе, беспречно и высокоточное, сучасное, эффективное озброение. Да, пожалуйста. Ну, заявили уже в первый день работы Верховной Рады о том, что помимо курса на Европейский Союз, Украина будет двигаться в сторону НАТО и, собственно говоря, присоединение. Спасибо, Валерий. Если президент заявил о том, что к 2020 году при условии проведения реформ Украина будет готова подать заявку на вступление в ЕС, по вашему мнению, по вашим прогнозам, когда мы будем готовы просить НАТО принять нас в Евроатлантическую Сибирь. По результатам всеукраинского референдума, абсолютно четко сказал президент. Это абсолютно четко. Это не комиссия. Но в статуте Альянсу все вынесли, что сейчас мы повыне розыграть, а может через 5 лет. Но в мембершип-эксент-план, план на бутячленство, там будет прописан некую реформу, мы повинні их выконаты. Притом выконаты не для НАТО, скажем, все политические реформы, антикоррупционные реформы, они все одно нам потребны. Прошлите, пожалуйста, Игорь, а вот все-таки порядок действий. Сначала референдум, потом получение плана действий. Нет, нет, остальными лише атаки, перед позажившим заявки на членство. Мы будем проводить референдум. Это может быть через 5, через 10, через 20 лет. Потому что с краиной, которая воюет, с краиной, у которой есть территориальные претензии. У нас сейчас территориальные претензии, мы сдаем Крым своим, Россия своей. Ее все равно НАТО не возьмут никогда. Само поэтому говорим сейчас про вектор, а не про завтрашний план. И все, что мы будем делать для этого, про завтрашивание армий, политические реформы, антикоррупционные реформы, все равно это нужно сделать. Независимо от того, это будет для НАТО, для плана набутя членства, или просто для того, что украинский народ ожидает от нас эти реформы. Ну хорошо, а нет опасения, что как только украинские власти, исполнительная власть, законодательная власть, начинают говорить о вот этом самом евроатлантическом векторе развития, это значит, сразу мы начинаем размахивать красной тряпкой перед носом у президента соседней страны. Президент соседней страны уже сошел с ума, его глаза налиты кровью, он проливает кровь украинцев, и размахиваем мы НАТО, никто слова не говорил о НАТО, когда он ввел войска в Крым. Какое НАТО? Почему не было НАТО? Он начал, нет, я просто хочу, у нас такое ощущение, нас поймали, был какой-то тяжелый телефонный разговор, и меня так было. Нас поймала банда, я просто маленькую аналогию, нас поймала банда, грабят, пытаются убить, и тут мы им говорим, давайте будем сопротивляться, кто-то рядом говорит, не-не, если они увидят, что мы будем сопротивляться, могут еще хуже дать, но это не разговор. Так вот, вот этот разговор Путина и Порошенко, Песков, пресс-секретарь Путина, подтвердил, да, что такой разговор был. Украинские журналисты... Но вы сказали, что был конструктивный. Да, конструктивный, при этом украинские журналисты сообщали о том, что Путин фактически выдвинул ультиматум, или идет признание непризнанных республик, и отказ от ЕС и НАТО. Так вот, это все, насколько я понимаю, было сказано Путин, о господи, нашим президентом, на заседании вашей фракции. Нет. Какие-то были подробности этой встречи, вам известно? Важно, о том, что заявилось в МИИ, что Путин чимось погроживал, не было ни слова, и администрация президента это спростовала, мы при этой разговоре Порошенко с Путиным не были, поэтому я схильный вірте администрации президента. Разговора действительно была важна, но с Путином легко разговаривать не может. Нет, может быть, не очень короткая. Поэтому, звездки появилась эта информация, что Путин бился в истерике, чтобы Украина не шла ни в ЕС, ни в НАТО, я не знаю. Полтора часа. Полтора часа разговора. Нет, я думаю, что было про что говорить, но я думаю, это домысл. А у вас есть какая-то дополнительная информация? Нет. Поэтому я, собственно говоря, обращаюсь к тем людям, которые из первых рук знали, ну мне так кажется, знали о содержании этого разговора. Вы не знаете ничего, Владимир Владимирович? Нет, я же не журналист, не репортер, чтобы знать свои истории. Ну вы круче, вы политолог. Правильно, я об этом не говорю. Так, ну это никому не в обиду, я просто вот это сейчас. Смотрите, у меня есть информация о словах Вальтера Штанмайера. У меня есть информация о Тони Блэра, который сказал, что сирийский кризис нельзя решить без России. И Россия мировой урок, и надо это учитывать при украинском кризисе. У меня есть информация о Магерине, которая сказала, что нужен особый статус Донбасса. И спростувала. Нет, она бы говорила, конечно, спростувала, но она это говорила до и так далее. Так, у меня есть информация, Меркель, которая сказала, что она готова рассматривать торговый договор между Европейским Союзом и Таможенным Союзом. Это, извините, изменение позиции. У меня есть информация о визите Байдена, который сказал, нет военного решения конфликта на Востоке, и нужно искать какие-то мирные дипломатические методы. Вот эта информация открытая. Но есть информация о том, что республиканское большинство в Конгрессе сейчас начинает занимать все более и более жесткую позицию. И ставит вопрос о том, что если эта администрация, как говорится, не имеет политической воли на то, чтобы оказывать Украине, в том числе и военную помощь, мы это будем делать путем принятия соответствующих законов. Пусть принимают. Наши двух партий небольших слов. Но все-таки исполнить. Нет, я же не говорю, что это аргумент. Я говорю, что информация такая есть. А у меня есть информация следующая. Что понятно, что Магерини, и дальше можно назвать еще 10 иностранных фамилий. А в принципе, если бы оккупировали Сицилию, я думаю, что итальянцы бы не говорили, что ничего здесь страшного у нас нет, и ничего не произошло. Мы можем говорить все, что угодно, мы должны четко понимать, если мы покажем всему миру, и в первую очередь России, что мы делаем в последние, слава богу, месяцы, что мы готовы бороться за свою территорию, мы готовы воевать, тогда и мир нам поможет. И тогда мы можем рассчитывать на помощь. Если мы будем отступать, 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 и говорить, а как же там, ау, помогите нам сзади, западные страны. Никто нам не поможет. Ни Италия, ни Германия, ни Соединенные Штаты Америки. Я продолжу. Конечно, европейцы не хотят на территории Европы гострого военного конфликта, их можно взвозьметь. Так, они не хотят. Но это не означает, что они закроют очи, если Россия будет дальше сюда вести агрессию. Европа на нашем боте. Да, она до конца будет разбиваться в лепешку, она будет намагаться найти мирное решение. Зашто, как и мы. Если мирного решения не будет, Европа все равно будет с нами. Господа, извините, пожалуйста. Разговор у нас был очень интересный, но в этом мире все заканчивается. Смотрите нас через неделю. Продолжим разговор. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok